Мила Кун Мингия Мила Кун Мингия – примитивный хрящевой организм из Нижнего Кембрия Маотианшанских сланцев Китая. Считается позвоночным, хотя это и не доказано. Длину Мила Кун Мингия достигала 28 мм и 6 мм в высоту. Череп и скелет из хряща. Нет никаких признаков биоминерализации скелетных элементов. Животное имеет ярко выраженную голову и туловище. Имел со спиной плавник 1,5 мм в высоту и 18 мм в длину. Голова имеет 5-6 жаберных щелей. Есть хорда, глотка и пищеварительный тракт, который ведет к заднепроходному отверстию. Рот четко не выделен. Нет плавников с радиальным кордом. И у этого организма единственный плавник – это спиной. Это все говорит о том, что Мила Кун Мингия плохо плавала, сгибая свое тело из стороны в сторону. Из-за своего малого размера Мила Кун Мингиям, по-видимому, приходилось жить косяками, чтобы хоть как-то защитить себя. Возможно, издалека косяк из 100 особей, плывущих вместе, представлял собой форму какого-то крупного животного, что позволяло отгонять мелких хищников и защищать потомство. Мила Кун Мингиям обитала на территории Китая 524 миллиона лет назад, в ранний кембрийский период. Мисс Зоя – род маленьких до 6 сантиметров в длину морских челенстоногих из семейства нараоидов, которые жили в начале кембрийского периода. Единственным известным в настоящее время видом является мисс Зоя Лонги Каудата. Мисс Зоя была названа в честь мисс Джоу Гуи Цин Джоу за ее вклад в квалифицированную подготовку чензианских ископаемых. Мисс Зоя Лонги Каудата – почти плоская. Верхняя или спинная сторона тела состоит из некальцинированного цефалона или головного щита, и пегидия или хвостового щита, без сегментов торакса или туловищного отдела между ними. Тело начинает сужаться от цефалона к пегидию, длинные многочленистые усики направлены вперед. Мисс Зоя не имела глаз, кишечник имеет относительно малый диаметр, и есть четыре пары относительно небольших мешочков или пищеварительных придатков, расположенных в цефалоне и не имеющих ответвлений к его краям. Мисс Зоя имела 25 пар конечностей с двумя делениями. Одна часть конечностей несет жабры, а другая служит в качестве ходильных, как у Нараои и Трилобитов. Внешняя ветвь или экзопода имеет много параллельных длинных и тонких и плоских боковых ветвей или щетинок, которые вероятно функционировали как жабры с большой площадью поверхности. Схожий род Нараои, а также являющийся родственным, отличается от Мизоя Лонги Каудата в наличии следующих характеристик. Большой передний пара шипов загнутых в сторону хвостового отдела, расположенных почти по краям головы. Мисс Зоя была найдена в породах Нижнего Кембрия Китая, конец от табанского яруса. Кроме того, она найдена в формировании Нилу Титанк. Все Нараоиды, вероятно, были морскими донными обитателями. Мисс Зоя, вероятно, была хищником или падальщиком. Такая версия была выдвинута из-за того, что на конце базальных ног имелись колючие шипы, которыми мисс Зоя могла умерщвлять жертву. Они, вероятно, также использовались для жевания. Хищнический образ жизни подтверждается наличием относительно небольшого пищеварительного тракта, что указывает на поедание высококалорийной пищи. Мисс Зоя Лонги Каудата ранее считалась представителем рода Нараоя, первоначально известного как Нараоя Лонги Каудата, до тех пор, пока в 1997 году не были проведены дополнительные исследования и не обнаружены существенные различия. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу делать видео по этой тематике. Субтитры создавал DimaTorzok